В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! С 5 августа в нашем районе свою работу начала комиссия по оценке готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Однако на этот раз приемка школ проходит в необычном формате. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией она проходит в онлайн-режиме. В состав комиссии входят представители администрации района, полиции, пожарного надзора, специалисты Управления образования и Наульского комбината детского питания, руководители общества с ограниченной ответственностью тепловодоснабжения и Центра комплексного обслуживания населения. Приемка школ будет продолжаться в течение недели. Ежедневно комиссия проверяет готовность 7-8 учреждений. В день приемки руководитель образовательной организации готовит выступление с презентацией. В ней отражается техническое состояние зданий и сооружений, систем электро- и теплоснабжения, канализации, водоснабжения, а также чердачных и подвальных помещений. Особое внимание комиссия обращает на соответствие требований безопасности спортивных конструкций, оборудования и инвентаря, состояния безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, выполнению санитарных норм и правил. Комиссия продолжит свою работу до 11 августа. Третий год подряд в нашей республике продолжается беркование крупного и мелкого рогатого скота, а также домашних животных. И если в начале процедура вызывала множество вопросов, то теперь она стала привычной как для владельцев скота, так и для работников ветеринарной службы. Затем, как проходит беркование в селе Ямады, понаблюдала и наша съемочная группа. Рабочий день сотрудников ветеринарной станции начинается рано. На утренней планерке они обсуждают свой маршрут передвижения. Сейчас они занимаются беркованием скота, взятием крови молодняка для проведения анализов, прививанием животных от бешенства. Среди жителей сельского поселения все больше становится желающих чипировать своих домашних животных. Тагир Набиуллин привел для этой процедуры своего псобобика. В селе Ямады ветеринары проводят беркование с 6 августа. В хозяйстве Эльдара Аскарова – корова и двое телят. К одному из них и направились сегодня ветеринарные врачи. Процедура регистрации проста. На опо-ухо крепятся бирки со штрих-кодом. В нем шифруется вся информация о питомце и даты ветеринарных осмотров, вакцинации и вся история болезней. Я же остановился в сердце, когда я ходил слои, находился в съемки. Вuish оттур nuevos носоч distintos свеж TH colonистан, фото генсия, во время учения появился на помощь у меня во время обращения летост, потому что пастингัaid закрости. Помимо маркировки скота в местных подворьях, работники ветслужбы проводят осмотры животных и делают необходимые прививки. Сами процедуры не очень приятны для четвероногих питомцев, но полезны для их здоровья. Взятие крови было у нас молоденько на исследовании на лейкоз и брицеллез. Это беркование так удобно. Напишем, сдаем, реагратора вносят, когда кому-то скотину продавать надо. Справку даем, смотрят, есть у него скотина или нет. Это нам легче. Раньше трудно было берковать, сейчас легче стало. Сами приходят, у меня этот остался, а скотина осталась или собака, надо берковать. Потом я же не смогу скотину продавать. Вот деревни же скотину смотрят обычно на продажу, а они без нас не могут продавать, которые продают, сдают. Мы же справку даем. Через Меркурий это делается. Берковать скот в Ямадах ветеринары будут в ближайшие дни, после чего направятся далее. Всего им надо обойти 21 населенный пункт. Работы предстоит много, но она того стоит. Чипирование делает жизнь четвероногих друзей безопасней, а жизнь сельчан спокойней. Гульнара Сидтиква, Артур Мухаммедшин, Служба новостей, Янаульского телевидения. 30 июля работники Башкомунэнерго начали текущий ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения, ведущих к многоквартирному дому по улице Победа-60. Ремонт здесь не проводился с момента его постройки. За неделю плановые работы были завершены. Старая металлоконструкция со временем уже требовала замены. Сейчас на этом участке уложили новые современные трубы. Была произведена замена участка труботрассы, ввод в дом по улице Победа-60. Также замена участка ГВС, горячего водоснабжения, на трубу из опрофлекс. То есть это современные технологии. Труба в трубе идет, то есть оболочка идет к полиэтилену, а внутренняя труба идет уже к пластике. Труба с изоляцией и пенополуэтан. Надеемся, что трасса послужит долго. Производитель дает гарантию на трубу из опрофлекс 50 лет. Но у изоляции получается у нас тоже труба в трубе, оболочка полиэтиленовая труба, стальная труба внутри и пенополуэтан наполнительный. Этот производитель дает гарантию 35 лет. Всего у нас 8 объектов запланировано, то есть из 8 объектов 2 объекта капремонта. Следующий объект, вот мы по завершению Победы-60 переходим на Азина-9. Там уже будет у нас капитальный ремонт теплотрассы, сети отопления. С начала июля на территории детского сада Чебурашка активно идет ремонт первого корпуса. Здание постепенно преображается, утеплен его фасад, установлены новые окна. Цветовая палитра подобрана таким образом, чтобы оба корпуса смотрелись гармонично. Для воспитанников и сотрудников детского сада это долгожданное событие. Старый корпус давно требовал ремонта. На сегодня у нас осталось завершить ремонт холодных веран, прилегающих к первому корпусу и цоколя. Но они уже все на стадии завершения. Этого ремонта мы ждали очень долго, очень долго. Нам хотелось тепла и уюта. Наконец-то мы это дождались и надеемся, что теперь нам зимы будут не страшны и будет у нас очень тепло и уютно. Также хотим надеяться на то, что ближе к сентябрю месяцу наше такое красивое здание первого корпуса откроет двери для наших воспитанников. Наш детский сад функционирует с апреля месяца. Он у нас не закрывается на карантин, как другие наши детские сады. Этот садик посещают дети, чьи родители заняты работой, причем оба родителя. Наполняемость сегодня этих групп составляет около 80 человек. Но это по санитарным нормам 15 детей в одной группе. И это, пожалуй, все главные события. К этому часу впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника». Не переключайтесь. 7 августа ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 27, плюс 29 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3,8 метра в секунду. Днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 28, плюс 33 градуса. 6 августа. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1915 году, германские войска предприняли очередной штурм русской крепости Осовец. Немцы применили удушающие газы. Вслед за газовой атакой открыли артиллерийский огонь. Потери русских были тяжелыми. Наши солдаты смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских, что оставил поле боя. Этот героический эпизод вошел в историю как атака мертвецов. О событиях и преступлениях, произошедших за три минувшие недели в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» студиал Сущепотева. 21 июля неизвестные лица похитили горный скоростной велосипед, оставленный без присмотра у дома номер 5 по улице Некрасова. 26 июля к сотрудникам полиции обратился житель села «Энергетик» и сообщил, что неизвестные лица проникли в его будку, расположенную на берегу реки Буй, и похитили два сотовых телефона и два паспорта. Выездом было установлено, что вещи пропали после совместного распития спиртных напитков с двумя жителями Янаула. 28 июля в дежурную часть обратился житель улицы Победы и сообщил, что неизвестные лица похитили с его кредитной карты 30 тысяч рублей. Сам мужчина находится на вахте. 3 августа очередное преступление произошло в доме по улице Маяковского. Посреди белого дня в жилище проникли неизвестные лица и похитили жидкокристаллический телефон марки «Самсунг» и электроинструменты. В совершении преступления подозревается 39-летний житель Нефтекамска. 15 июля с диагнозом проникающая колота-резаная рана передней брюшной стенки, колота-резаная рана груди в реанимационное отделение был госпитализирован житель деревни Максимова, 1958 года рождения. Выездом было установлено, что удары ножом после совместного распития спиртных напитков ему нанес безработный зять, живущий по соседству. 22 июля еще одна семейная драма разыграла в селе Кисокаин. 33-летняя женщина нанесла один удар ножом своему 35-летнему сожителю. Ночью мужчина был доставлен в больницу с диагнозом колота-резаная рана грудной клетки справа. Оба участника этой истории были, что называется, под градусом. 25 июля за помощью к врачам обратилась жительница села Варяж. Выездом было установлено, что накануне потерпевшая находилась в гостях у своего знакомого в селе Новый Артаул. Застолье со спиртным переросло в драку. По всей видимости, мужчина не стеснялся ни в выражениях, ни в действиях. В ходе ссоры 56-летний хозяин дома нанес в свои гости один удар кулаком в область лица и многочисленные удары ногой в область правого бока. С ушибами мягких тканей лица с закрытым переломом пятого ребра она была доставлена в приемный покой больницы. Утром 26 июля помощь медиков понадобилась и 21-летней жительнице села Сусады-Ябалак. Неизвестные лица нанесли телесные повреждения в городском парке. Ночью 2 августа на улице Победы сотрудники полиции остановили 39-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у мужчины был изъят один полимерный пакет с веществом растительного происхождения и две пластиковые бутылки с жидкостью темно-бурого и прозрачного цветов. 16 июля дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи деревни Татарская Урода. Водитель автомобиля Рено Логан не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. В результате аварии 26-летний водитель с диагнозом «острая закрыто-черепно-мозговая травма», ушиб спинного мозга тяжелой степени со сдавливанием, был доставлен в больницу. 20 июля очередная авария произошла на улице Цирюпы. Водитель автомобиля Ниссан Икстрейл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, совершил столкновение с автомобилем Део Матис. В результате происшествия его водитель, 19-летняя девушка с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга, была госпитализирована в хирургическое отделение больницы. Ночью 17 июля на короткий номер 112 поступило сообщение, что возле деревни Орловка горит автомобиль. Выездом было установлено, что хозяин машины, житель Свердловской области, приехал в гости к брату и застрял в поле в двух километрах от населенного пункта. По предварительным данным, в результате трения покрышек о поверхности земли произошло возгорание шин, в ходе чего автомобиль марки Renault Duster полностью выгорел. Всего за три минувшие недели на дорогах Янаульского района произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Два человека пострадали. Выявлено 689 нарушений правил дорожного движения. В том числе 151 водитель пренебрег ремнями безопасности. 22 автолюбителя нарушили правила обгона. 12. Водители сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за три минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежения общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменяется. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их.